Так, всем здорова! Можете от моего лица не пугаться, сегодня вы его мало будете видеть. Просто дело в том, что оператор нашел более важные дела, а я такого сегодня не упустил. Дело в том, что сейчас идет арт-пробег по Южному Федеральному округу, и сейчас приехали они в Сочи на трех новых машинах, которых еще нет в салоне, которых еще нет в продаже. Это Ларбус Кросс, Калина Кросс и самое главное Нива Урбан, новая, которая с пластиковыми бамперами. Хочу на нее сегодня посмотреть. Дело в том, что еще ее никто не снял нормально, просто есть обзоры вот эти магазинные, салонные, которые говорят, что вот такая машина хорошая, берите, покупайте, не пожалеете. Итак, пацаны, просьба всем с плохой психикой или сердечной недостаточностью, просьба отойти от экранов, потому что я сейчас сижу в салоне этой Нивы Урбан, то есть я пока в салоне, потому что тут пока согласился Диджей потише сделать, я пока засниму салон, как это все выглядит вообще. То есть никаких практически изменений нету. Те же обшивки, тот же пластик, такие же заклепки, торпеда тоже самая вся. Роль, по-моему, чуть-чуть стал поменьше у нее. И сиденья обновили с просрочкой. Хорошо хоть не кожаный, матерчатый сделали, чтобы зимой холода не было. Но все равно какая-то у нее боковая поддержка, все равно боковой поддержки я такое не чувствую. Как на 21-й Ниве ставили ее заводские сиденья, так и ее же сиденья и здесь. Хотя чуть-чуть, чуть-чуть получше, да. Сразу скажу, что все данные из официальных источников, вот, значит, эта Нива у нас собирается с 1-го октября. Выпускаться она будет, то есть начало выпуска будет намечено на эту осень. Что я еще наклепал? Честное слово говорю, не подготовился. Вот вчера узнал и сегодня дела были, я сорвался, выехал в Сочи, в этот центр. Какие данные успел найти, те записал. Сейчас я их озвучу, что тут у меня написано. В общем, это Нива Урбан, это не новая модель, а как бы глобальное обновление последней Нивы. Это, честно говоря, в Нивах не разбираюсь, но Тайга, по-моему, или 213-я Нива. Глобальное обновление. Итак, Урбан, само по себе Урбан переводится как городской. И такие споры были в сети насчет трансмиссий, самое главное. Вот до 2015 года на Ниве стоит обычная трансмиссия с ручным управлением, то есть вот рычаг коробки, тут понижайка, блокировка. то есть до 2015 года пока стоит такая коробка. После 2015 года уже будут ставить коробку с электронной, то есть с кнопки, с кнопкой блокировки и без понижающего ряда. Вот это самое главное. Вот это вас, наверное, в шок повергнет. Или не в шок, не знаю. будет электроблокировка без понижающего ряда, потому что это Нива рассчитана для города. А в городе понижающий ряд совсем не нужен. Хотя автовазовцы извлекли из этого тоже минус. Они говорят, типа понижайки не будет, зато будет меньше шума в салоне из-за разрывающейся раздатки. Так. Чего еще я тут на прикал? Сейчас, кстати, тоже с двигателем до 15-го года стоит ее стандартный 1.7 инжекторный на 80 лошадей 83. Да. А после 15-го года будет стоять дефорсированный 126-й мотор приоровский на 90 лошадей 140 ньютонов. Будет стоять продольно вдоль кузова, как обычно ставят на классику. Да, пацаны? И будет заменена рулевая рейка у нее. Вот. Потом по ходовке никаких изменений нету. Единственное, диски вместо 15-х. Ура! 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 У них тут своя атмосфера, короче. Вместо 16-х дисков будут стоять 15-е. Потом по внешнему я сейчас выйду с машины, покажу, что тут происходит. С комплектацией такая ситуевина. В общем, обычная Lada с кондиционером вот с железными бамперами предыдущая модель. Она начинается от 385 тысяч. Это я тоже цифру сайта взял. Нива Urban будет у него цена в диапазоне от 415 до 435 тысяч. Вот. И в комплектации норма помимо кондиционера будет стоять дополнительная шумоизоляция. Я, кстати, сейчас прошел машину, постучал по дворям, шумка действительно стоит на ней. Вот. Будет дополнительная шумка и электрозеркало. Зацените. Наконец-то. Слушай, сейчас мне надо тянуться, чтобы поправить зеркало себе. Так. Что еще? Что еще? Что еще? Ладно, сейчас выйдем на улицу посмотрим, что у него снаружи. пацаны. это для вас, наверное, шок. Эти пластиковые бампера, они, во-первых, у них тут такой зазор здоровенный. Бешеный просто зазор. Не могли они сюда или какую-нибудь резинку поставить, уплотнитель, или поближе как-то сделать, потому что грязь сюда будет забиваться на кузов. Потом сам пластик. Зацените. Он мягкий. Не знаю, как в других городах, но у нас в Сочи он в жару просто одно-два лета он расплывется. Потом вот к чему я люблю придираться. Вот этот вот сварочный шов. Здесь уже начала краска отходить. пробег еще даже месяца нет у машины Сочи, а у нее уже начала краска отслаиваться. Потом шумка есть. Вот этот мотор от классики стоит. Обычный семерочный мотор сюда взяли и воткнули. Как не стыдно. Ёлки-палки. Верси-палки. Верси-палки. Мы работаем, как челки. Беларусь поддержим их. Мы шумители ждали. Субтитры делал DimaTorzok Кстати, насчет бампера Он тут также держится на клыках На которых стоял железный бампер Вон там эти клыки Просто он закреплен на пластину И все Так, короче, вернулся я обратно в салон Потому что там громко Они надоели, уже музыку свою врубили В общем, по внешности фотки Можете сами в сети посмотреть Эти бампера, это, конечно Не знаю Насчет этого я могу сказать Нива уже не та Вот что я могу сказать Салончик Кстати, я только что обратил внимание Тут потолок Потолок такой же, как на шестерке стоит Вот смотри Не могли они сюда Нормальный, жесткий потолок поставить Даже жесткого потолка нету В общем, вывод, который я сделал Это Нива просто не нацелена Для тех, кто месит грязь Нацелена в основном для молодежи Для тех, кто любит попантоваться Для тех, кто Не живет вдали от цивилизации Которые не любят бездорожье Здрасте Как вам машина? Как вам машина? Класс Но пока еще так Я смотрю А насчет пластиковых бамперов? А? Пластиковые бампера, как вам? Да я только сейчас Я его первый раз увидел И вам нравится? Ну, нормальная Очень хорошо Так, пацаны Я ему денег не давал Серьезно говорю Салон немножко Прошит другой Руль другой А что салон другой? Нет, салон тот же самый Здрасте Добрый Салон, по-моему, вот это переделано Сидение Его Ну вот это добавили Что еще Десятошный Не, щиток десятошный стоит Да Только с компьютером У него больше два индикатора По-моему По-моему, такие раньше и ставили Я не помню Не, раньше вообще Не такие Тоже самое Ничего не добавили Сидения надо поменять Другие уже сделают Пора бы Да, пора бы И все Бампера поменяли Мотор будет приоровский Сказать Да-да-да Будет приоровский потом А сидения эти развалюши Что разваливались И будут разваливаться Уже б нас сделали бы нормально Хотя бы приоровский сделали Как бы на приоре А остальное что-то все Тоже самое Цвет мне понравился Ну это уже не лесная машина Нет, нет, это по городу Я его на охоту загоню и пигдец Бимбард ударит меня Ручки черные Ручки есть такие? Продаются? А как же Это старого образца Нет, но это новая У меня такие стоят У нас представь Кроме бамперов Воткнули они новую решетку И пластиковые бампера Называются интегральные Вот этот тоже Взяли бы Интегрированные Свет его покрасили бы Под иномарку Как иномарки Надоели Бампера интегральные То есть Как духовка встроенная Понятно? В общем За счет этих пластиковых бамперов Они Длину кузова На Сколько? На целых 10 сантиметров Уменьшили Вот так вот И уменьшился Дорожный просвет Я точно не разобрался Из-за чего просвет уменьшился Может Из-за того, чтобы Для городского Жителя машина Рассчитана Может за этого сделали Чуть-чуть просвет поменьше Чтобы Как бы нормально На себя чувствовала На дороге Чтобы Как-нибудь Центр тяжести Вот эту вот Всю физику Как-то Утихомирить В общем Про него Ничего больше Не могу сказать Мне в этом салоне Тошнит уже Вот Пойду Гляну Может быть На Калину И на Ларгус Вот На этом Пока все Что касается Нивы Подписывайтесь На мой канал Подписывайтесь На группу Вконтакте Нива Клуб Ссылки будут В описании Вот И еще Может быть В следующих Выпусках Я сниму Ниву Атма На валах Горбатых Это уже Как мне права Вернут 1 ноября Мне права Вернут Если хозяин Не продаст То может быть Я ее засниму Смогу ее Оценить Погонять На ней Все Пока